По трубам, где будут неповетливые воды, Подогрепые газы и мазут, Как фултаны бушуют котлы, На турбины с твоих пар подают. Чтобы мощью тобой управлять И держать под контролем процесс, Надо выйти в начинку и внедрять Производство научный прогресс. Пусть надеется дорого на нас, Мы с энергией не подведем. Киловат от калорий за вас Будет нужно всегда найдем. Теплоэлектроцентраль, От нее и тепло, и светло. Теплоэлектроцентраль, Нам работать на ней повезло. Теплоэлектроцентраль, С лагоничным названием «ТЭЦ». Теплоэлектроцентраль, В ней энергия в наших сердечках. Теплоэлектроцентраль, В ней энергия в наших сердечках. ТЕЛ'АНТОРА Добрый день, Добрый день, Добрый день, Добрия друзья, Здравствуйте, Уважаемые гости! С калерапической композиции, Энергия в наших сердечках, И вспомнению о простому коллективу, Отшат última нестрадка Д200� City. Мы открываем торжественную встречу, Посвященную 90-летию теплоэлектроцентраль, Номер 3, города Кузнецка. Ваши аплодисменты, друзья! Друзья, юбилеты, что эта торжественная встреча пройдет под знаком верности к крепким традициям, под знаком объединения всех работников теплоэлектроцентрали, друзей энергетиков, радостью знаменательного события. ТЭТ номер 3 города Кузнецка. При упоминании этого слова перед глазами их жителей и гостей нашего города встает огромный исполин, который наводит трепет на людей своими масштабами. Вот уже 90 лет теплоэлектроцентраль является центральным звеном закрытой системы централизованного теплоснабжения города Кузнецка и играет ключевую роль в жизнеобеспечении всех его жителей. ТЭТ нашего города по праву может гордиться яркими страницами биографии, именами тех, кто стоял у истоков его организации. И сегодня, друзья, большой коллектив ТЭТ-3 приветствует глава города Кузнецка Сергей Александрович Затогорский. Сказано практически все, что нужно в поздравивных речах сказать. Действительно, пройдет большой путь, большая история. Вот это, конечно, то, что с ней, без нее нам никуда, но и с ней у нас забот очень много, поскольку старушка, в общем-то, требует большого внимания. Вот эти две стороны, конечно, нам и определяют жизнь и предприятия, и города с точки зрения теплоснабжения. Но, может, благодарюсь, все в данных условиях, в данных обстоятельствах определяется людьми. А коллектив ТЭТ-3 и вообще нашего муниципального казенного предприятия «Теплосетия» — это высокие профессионалы, знающие люди в своей профессии, до которых нет каких-то тайн и нюансов, которые им неведомы, но и еще и патриоты города и патриоты своего предприятия. Вот это сегодня и является тем сдержьем, благодаря которому наше теплоснабжение в городе обеспечивается, и предприятие выполняет свои функции и задачи. Конечно, по нынешнему времени, по технологиям, по обстоятельствам, наверное, уже где-то, может быть, и пора было бы что-то сделать такое, чтобы ТЭТ превратился, так сказать, в памятник, не память. Но я тут чувствую по нынешним временам, по нынешним темпам столет мы с вами точно отметим. Поэтому пока так вот тренируемся, фильм этот его подправит, чтобы он все-таки шел без сбоев. Я думаю, там к столетнему заготовка тоже будет. Поэтому, Владимир Борисович, и коллектив, и вы не расслабляйтесь, еще поработаем. И смену приготовить, и ветеранов не забывать. Поэтому давайте как работали, так и работаем, чтобы в городе было тепло, была энергетика, была горячая вода. Конечно, какие-то изменения будут происходить, но, еще раз повторюсь, наверное, темпы и масштабы не так быстры, чтобы мы тут вот прямо как-то в обозрении там годы, там пару-тройку лет могли все это дело закрыть. Пока ТЭЦ наша кормилица. Здесь присутствует много ветеранов, людей, которые работали на ТЭЦ некоторое время назад. Наверное, есть те, кто отдали там десятилетие работе на этой станции. В фильме было показано, что все-таки она там менялась, там менялись в виде топлива, технологии менялись. Вот, все это было на ваших глазах. Тем не менее, каждому времени соответствовала ТЭЦ, которая вот на тот момент была, и она свои задачи всегда выполняла. Благодаря вам, все-таки, город всегда жил, был в тепле и получал свое развитие. Поэтому низкий вам павлон. Спасибо за это. Знаю, Майд Борисович сегодня проводил собрание для большого своего коллектива. У вас предприятие непрерывного цикла, и всегда на боевом посту находятся люди. Вот, поэтому надеюсь, что там тоже было разлучать соответствующие слова поздравления и благодарности, потому что это вот такой коллектив, в котором, ну, нет таких вот звеньев, без которых можно пойти. Все это непрерывные производственные процессы. Каждый человек на своем месте, каждый выполняет свою задачу. Спасибо вам с праздником. Вот, хорошего настроения. Ну, и мы же с вами встречаемся буквально не до начала нового отопительного сезона. Мы готовились к этому отопительному сезону. Весь, все вежесезонье что-то смогли сделать. Достаточно много сделать и на станции. Причь, я про станцию безжелезный разговор. По сетям, ну, много удалось сделать. Относительно, конечно, предыдущих лет, потребности, конечно, по замене сетей гораздо выше. Начали программу о модернизации теплового хозяйства города при поддержке губернатора области. Будет построено до конца года три первых локальных котельных, которые отсекут наши, так сказать, так называемые неэффективные концы. Но это процесс. В любом случае, я надеюсь и уверен, что наступающий на пятый сезон пройдем с вами, значит, уверенно. И люди будут у нас с горячей водой, не с теплом. С праздником вас! Всего самого доброго! Жмусь и роги. Девушки целую. А сейчас, дорогие друзья, мы открываем церемонию награждений. Итак, за многолетний и добросовестный труд, высокие показатели профессиональной деятельности, и в связи с празднованием 90-летия ДЭК-3, почетные грамоты Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области награждаются. Алфюров Александрович, технический директор подстанции. Мы просим задержаться на тех ногах и на память. Всех просим, потому что поаплодируем и награждаем. Отчетные грамоты награждаются власть Алексея Борисовича, в связи с техническим директором подстанции. За многолетний и добросовестный труд, высокие показатели профессиональной деятельности, и в связи с празднованием 90-летия ДЭК-3, почетные грамоты и главы города Кузнецца награждаются. Соловьев Дмитрий Геннадьевич, электросварщик, пришел из парки 5-го разряда ремонта механического участка. Логов Александр Владимирович, электромантер по обслуживанию, электроволку, электросварщик, 4-го разряда ремонта механического участка. Логов Александр Владимирович, электромантер по обслуживанию, подпевается, кружая. Логов Александр Владимирович, электромантер по обслуживанию, Безпадем, безпадем, безпадем. Не уйдет Казахстан, не уйдет Казахстан, а теперь, а теперь, Жизни жёлтые, как городом кружатся. Жорота, а в водах не волшатся. Жизни жёлтые, как городом кружатся. 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 Девяностое лет – это серьезный промежуток времени, за который в стране и в мире произошло огромное количество событий. Коллектив ТЭЦ-3 с честью прошел все испытания временем и сегодня уверенно идет к поставленным целям. И вновь для всего коллектива ТЭЦ-3 звучат слова поздравлений. Мы рады пригласить к микрофону председателя собрания представителей города Кузнецка Владимира Евгеньевича Трошина. Добрый день, уважаемые коллеги, сотрудники теплооснабжающего предприятия Кузнецкой ТЭЦ-3, Кузнецкой ТИПО-Сети. И эти были, всегда были два предприятия, но они всегда были бок о бок и друг другу. Друг другу помогали, и у одного проблема, у второго это проблема. Всегда все перипетии переносили вместе. Вот у нас тут появился знаменитый труппанжер, металлический, после одного из них. Банкротство прошли вместе, и слава богу, что предприятия очистились. Вот, честно говоря, когда я с месяцем благо приезжал на юбилей ТЭЦ, и на собрание после этого с коллективом, не знали мы точно, чем кончится банкротство, хотя говорили и убеждали, что все будет хорошо, все очистится, мы вернем к социально значимому объекту муниципалитет. В принципе, так и получилось, и слава богу. Сейчас предприятие муниципальное, казенное, обанкротить его невозможно, если даже вы какие-то долги заработаете в город всеми своими силами будет помогать, чтобы ничего не случилось. И это хорошо, это стабильно хорошо. Поэтому жилищные, я от имени собрания депутатов города Кузнецка, от имени всех городских жилищных организаций, которые тоже всегда рядом с вами, всегда были, всегда мы зависели от вас. Если у вас что-то плохо, мы трясемся, быстрее выяснили аварию, быстрее посадка зимней морозы. Работать в роды, значит, тот, кто знает, тот подтвердит, что работать в роды, значит, субботы, воскресенье, выходные, всегда на работе сотрудники теплоснабжающих предприятий, и одного, и второго. Юбилей 2, 90 ТЭЦ нашей бабушки, 50 лет нашей теплосети. Значит, я вас поздравляю с ее души, желаю вам крепкого здоровья, желаю вам счастья, благополучия семейного, желаю, чтобы вот эти юбилеи, там лет через 10, как сказал Сергей Александрович, последний раз отмечаем, а потом на первую годовщину, чтобы у одной и второй встретились, у обновленных. Счастья вам, здоровья, с праздником от своей души. АПЛОДИСМЕНТЫ Нам нужно все продолжать за ремнии дождей. И так, за многолетний добросовестный труд, высокие показатели профессиональной деятельности и в связи с празднованием 90-летия ТЭЦ-3 благодарность законодательному собранию Пензенской области объявляется Климовой Галине Павловне, аппаратчику хим-вода очистки и в простатчике первого разряда хим-выборной и хим-вода очистки. АПЛОДИСМЕНТЫ Я попрошу вас здесь, за мной, дякую награду и на память. Благодарность законодательному собранию объявляется Курокину Николаю Васильевичу, слезу репрямую главу Пензенской области и Климовой Галине Пензенской области и в связи с празднованием 5-го разгадания монотехопеханического участка. АПЛОДИСМЕНТЫ За благодетний добросовестный труд, высокие показатели профессиональной деятельности и в связи с празднованием 90-летия ТЭЦ-3 благотворственное письмо председателю собрания представителей города Кузнецка вручается Рузанову Александру Александровичу, начальнику смены электростанции. АПЛОДИСМЕНТЫ И вновь, друзья, нужны ваши аплодисменты и ваши улыбки. Ну а сейчас вновь поздравления и необычные. Друзья, вас приветствует и поздравляет кореографический ансамбль «Красдолье» детской школы искусств вдохновения. Руководитель Александр Климов, педагог Татьяна Михалёва. Встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что, дорогие друзья, мы продолжаем, вернее коллектив ТЭЦ продолжает принимать искренние поздравления с ювелирной датой. Уважаемый коллектив ТЭЦ-3 вас приветствует и поздравляет первый заместитель генерального директора общества, с ограниченной ответственностью «Бензоэнерго» Африканов Вениамин Викторович. Добрый день, уважаемые работники. Кузнецкая ТЭЦ-3, хотя для вас она наверняка, не как она называется ТЭЦ-3, а ТЭЦ номер один. Когда-то мы все были единым коллективом в рамках «Бензоэнерго». Ну, вот судьба нас развела, к сожалению, а может быть, и к счастью, в разные компании. Вот, поэтому мы теперь работаем в разных компаниях. Но у нас у всех одна цель – это обеспечивать бесперебойное электротеплоснабжение наших любимых потребителей. А наши еще хотят, чтобы они за этот день не платили. Конечно, непассивную ношу завалили на учредителя, на концепталитет. Стоит, конечно, задача. Понятно, что 90 лет – возраст серьезный, поэтому требуется, соответственно, вложение, модернизация. Поэтому можно много рассуждать на эту тему, но я буду надеяться, что все проблемы, связанные с капитальными вложениями, с модернизацией, они будут решены. И от коллектива «Ой, Тенецкая энергопенция», от управляющего директора Чернова Романа Борисовича, и от себя лично, вздравляю коллектив ТЭЦ-3, с диноза третий, со дня создания станции, выражаю искреннюю благодарность и признательность за наше многолетнее и благотворное сотрудничество. Профессионализм и ответственность отношений к делу являются отличительными чертами вашего предприятия на протяжении всей его истории. Мы, как гарантирующий представщик, гордимся сложившимися дружескими и деловыми отношениями между нашими компаниями и надеемся на взимолагу выгодное и дальнейшее благотворное сотрудничество. Конечно, отдельный низкий поклон ветеранам и выражаем коллективу ТЭЦ-3 поздравления. Желаем здоровья и оптимизма, стабильного развития и процветания. Пусть вам и дальше сопутствует удача во всех ваших начинаниях. С праздником! Я решу сегодня получить Владимиру Борисовичу письмо благодарственное для Романа Борисовича. Надеюсь, он нас займет достойное место среди всех гражданин. Но Роман Борисович, конечно, прийти, проведать и зря, но он будет восстанавливаться. Спасибо. Спасибо за добрые слова, поздравления. Это очень приятно, друзья. Дорогие друзья, сегодня среди всех присутствующих в этом зале мы отдаем дару признанности уважаемым ветеранам ТЭЦ-3. Счеток делясь секретами мастерства, они готовят себе достойную смену, которую измешно продолжает созидательную эстафету предшественников. В основе достигнутых успехов добросовестный труд каждого из вас, профессионализм, неизменная верность избранному делу. Сегодня на нашей встрече присутствует почетный ветеран энергетической отрасли Александр Иванович Шичков, который был руководителем предприятия «Корм Теплосеть». Мы рады пригласить вас к микрофону, Александр Иванович. Прошу вас. Большое спасибо вам, Владимир. Добрый день, уважаемые коллеги, ветераны, гости. Конечно, для кузнечан сегодня очень значимая дата. 90 лет ТЭЦ, 50 лет теплосети. Я пришел в работу в Теплосеть «Робот» 50 лет назад. Прошел путь от старшего мастера, потом главным инженером, 7 лет проработал, 12 лет потом в городской полгогии, вернулся в город-электросеть уже в должности директора. На моих глазах, а где-то и с моим участием, проходило развитие всего энергетического хозяйства города. Вот сейчас приходится уже демонтировать, например, тепловые сети диаметром 500 мм, которые должны были заперцевать ТЭЦ-3, котельную заводу приборов и фиоритов, и котельную заводу гости в Сельмаш. Сейчас такая необходимость отпала. Практика-то себя, будем считать, что не совсем оправдала. Наоборот, нужны котельные на один квартал или на один дом. Конечно, это будет более правильно. Будем надеяться, что так в дальнейшем они будут развиваться параллельно с ТЭЦ и вновь вводимые объекты. Я от всей души поздравляю всех присутствующих здесь с этой датой. Дай Бог каждому из вас, о вашем лице и вашем близком, здоровья, успехов и всего самого-самого доброго. С праздником вас! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Но сейчас мы рады пригносить к микрофону еще одного ветерана, Марию Никитичну-Пляничникову, которая долгие годы возглавляла профсоюзный комитет ТЭЦ. Прошу вас! АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие гости, коллеги, друзья, я очень рада видеть вас сегодня всех и поздравиться с такими замечательными, такими юбилеями 50-90 лет, такие круглые, хорошие даты. Я хочу сказать, что нам очень повезло работать на ТЭЦ. У нас была интересная, любимая работа. У нас было такое ощущение, что мы нужны городу. Людям всегда нужно тепло, нужен свет. И мы всегда обеспечивали это. Еще хочу сказать, что сегодня, конечно, не все присутствуют в зале. Все те, кого хотелось бы видеть в этот день. Но это не важно. Мы всех помним. Наш коллектив всегда был очень дружен, как одна семья. Вместе дружно работали, вместе дружно отдыхали. А сегодня тем людям, которые работают сейчас на ТЭЦ, хочется пожелать, конечно, здоровья обязательно, оптимизма, безаварийной работы. И, конечно, достойной зарплаты, что тоже очень важно. Надеемся, что мы скоро встретим и 100-летний юбилей будем ждать этот юбилей. С праздником, дорогие! Здоровья, всем счастья и, конечно, успехов. И чтобы дома было все хорошо у всех. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, конечно. У нас видели, вот, наверное, там, когда показывали кино, что мы пели, собирались петь. Да, и в рабочее время, бывало, пели, и в нерабочее отдыхали. И всегда с нами была песня. И я сейчас предлагаю спеть все вместе одну из наших любимых песен. Вот. Поможете мне, да? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Слово замер вовсю до рассвета, Дверь не скрипит, пусть пухнет огонь. Что на улице где-то Одинокая бродит гармон. Только слышно о улице где-то Одинокая бродит гармон. Дверь не скрипит, пусть пухнет огонь. Кто пойдет на поля за ворота, Кто обратно вернется опять, Словно ищет в оттенках холода И не может никак отыскать. Словно ищет в оттенках холода, И не может никак отыскать. Словно ищет в оттенках холода, Ты признайся, кого тебе надо, Ты скажи, гармонист молодой. Ты признайся, кого тебе надо, Ты скажи, гармонист молодой. Может, радость твоя недалека, Та не знает, ее ли ты ждешь. Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, Что ж ты девушкам спать не даешь. Что ж ты бродишь одиноко, Что ж ты девушкам спать не даешь. Спасибо за помощь. Ваш комплексмент, Уградит друзья ветеранам Цеплоэлектроцентрали. Они до сих пор на позитиве. Молодцы, приятно. Но сейчас, дорогие друзья, От имени юного поколения кузнечан Прозвучит поздравление. Елизавета Борисова поздравляет своего папу, А в его лице поздравляет вес дружный коллектив ТЭТ-3 С прекрасной датой. Итак, встречайте, Елизавета Борисова, Детская школа искусства в Роспутске. Здорово, Юлия Телорезова. Здорово, Юлия Телорезова. Здорово, Юлия Телорезова. Здорово, Юлия Телорезова. Юлия Телорезова. Здорово, Юлия Телорезова. Воднант. Детская школа просит и в kosher к approached Чики-чики стол, тоже модель, для кого выносить, буду я зерва носить. Шар, для меня страх, а каждая собака, как хочет тупусить, как хочет тупусить. Помни, главный принцип Кадыкера, мужик дня, вода, зима и сон, Маленьким вещам и щекотне, объявляю модный приговор, объявляю модный приговор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, 90 лет – это серьезный путь, за которым стоят реальные человеческие судьбы, жаркие трудовые будни и каждодневная работа сотен людей. Многолетний опыт и добрые традиции ответственного и добросовестного выполнения поставленных задач, высокая квалификация сотрудников, которые передают опыт и мастерство молодому поколению, все это направлено на качественное обслуживание по жизнеобеспечению жителей нашего города. На протяжении этих лет на ТЭКС происходили реорганизации, менялись и руководители. В настоящее время коллектив предприятия возглавляет Владимир Борисович Тельман. Мы рады пригласить его в микрофон. Уважаемые ветераны, я хочу сказать вам большое спасибо за ваш труд, за то, что вы сделали для нашего предприятия. Посмотрите, какие цели – 90-50, а мы еще работаем на том багаже, который был создан вами. Спасибо большое. Будем надеяться, что вы дальше также будете продолжать те славные традиции, которые сложились на тех предприятиях, которые были. ТЭД-Стрин, Горки-Плассейн. Спасибо всем сотрудникам предприятия за то, что в любую погоду, неважно, дождь, холод, грязь, делают все, чтобы в домах у Зенчан было тепло, светло, как была горячая вода. С праздником мирного неба, всем здоровья, хорошего, ну и достойно зарплаты сотрудников. С праздником. Спасибо вам большое, профессионал Игорь Борисович. Друзья, история предприятия – это история ни одного поколения преданных своему делу людей, настоящих профессионалов. Это главный ресурс предприятия – это люди, посвятившие свои самые лучшие годы на благо общего тела, развитию теплоэлектроцентрали. И сегодня от имени всех ветеранов и представителей трудового коллектива ТЭС выступаю Вячеслав Куприянов. Встречайте! Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости. Я желаю всем приятного отдыха, хорошего настроения. Уважаемые ветераны, уважаемый коллектив, всех поздравляю с таким прекрасным праздником. Желаю вам здоровья, добра, всего самого-самого хорошего. Ну и, как обычно, несколько строк об нашем празднике. Дорогой долгой, длинной мы шли, и радость, и горе – все мы прошли. И вот день рождения сегодня у ТЭС. Но наш коллектив, как всегда, молодец. С таким коллективом мы горы свернем. Любые проблемы нам нипочем. Секунду. Любые проблемы нам нипочем. Афонин затопит, Борисов зажгет, Турбину титов уж и всегда заведет. Федякин нам воду со скважины даст, Харькова анализ возьмет и не раз. Ну, а ежели радость или беда – везде Куприянов поможет всегда. Ну что же, друзья, нынче праздник у нас. Приятно и радостно видеть всех вас. И будем мы гордо в глаза всем смотреть. Ведь имя у нас – МКП «Теплосеть». Ну что же, мне как всегда, конечно, музыкальный подарок в честь Дня Рождения, в честь нашего прекрасного коллектива. А песня так и называется «Тот занутий». Сегодня мы опять все вместе собрались. И мы все вместе собрались. Ведь мы все реже стали видеться с годами. Давайте выпьем со святой словом жизнь, Что нам подарено однажды материалами. В день рождения гитара, ой, подруга. Ведь прошло уже немало этих дней. Жизнь не сломала нас, Ни в том, кто здесь застудил. И не так то, что я понимаю, Сознавызли. А жизнь как скорбь и невозможна проймись. Нельзя не сдаться, признавая поражения. И будет вновь она на прочность нас пытаться. Ведь наша жизнь – одно прекрасное мгновение. День рождения гитара, ой, подруга. Ведь прошло уже немало этих дней. Спасибо! День рождения гитара, ой, подруга. Каждый знает, если нужно трудничать. Вдруг постучился в дверь твоего нога. Как разошел, что жизнь связала в пенсиях? Всегда я верю, лишь к друзей не верю в Бога. День рождения кита, ой, подруга. Работаем, работаем. Видно, что уже не мало этих дней. Жизнь не сломалась, никто друзей застукал. И этот рост я поднимаю за друзей. Жизнь не сломалась, никто друзей застукал. И этот рост я поднимаю за друзей. С праздником, силой народа, добра и удовольствием. Спасибо. Вячеслав Куприянов, ветеран предприятия ТЭЦ. Уважаемый коллектив ТЭЦ номер 3. Сегодня, анализируя прошедшие десятилетия, трудно переоценить роль ТЭЦ-3 в жизни нашего города. Это предприятие стало прочной основой комфортной жизни всех жителей Кузнецка. А достижения коллектива – это неотъемлемые составляющие социально-экономической стабильности города. И сегодня, поздравляя коллектив со значительным событием, желаю оставаться единой, дружной командой целеустремленных людей, которым все по плечу. И с каждым днем стремится к новым победам, к новым успехам. Не истекаемого здоровья, энергии и задора каждому из вас, друзья! КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну что, дорогие друзья, этой танцевальной композиции мы сегодня завершаем торжественную встречу, посвященную 90-летию теплоэлектроцентрали номер 3 города Кузнецка. Еще раз, уважаемый Галентин, мы рады от имени всех жителей города поздравить со знаменательным событием в жизни предприятия. Всех благ, благополучия и мирного неба над головой. Мы с вами не прощаемся, до новых радостных встреч, друзья!